привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра сегодня у нас новое очень жизнеутверждающие видео эта история началась давно но как давно четыре месяца и один день назад вчера 8 февраля 2022 года вот эта малышка отметила свой четвертый день рождения вчера ихтиандре исполнилось 4 месяца и если сам момент рождения этой малышки вы видели видео и первые два дня рождения мы тоже отметили вместе то 3 и 4 дни рождения малышка отмечала вместе со мной но тем не менее я все фиксировала для вас и сегодня вы сможете посмотреть как изменилась эта красавица за те два месяца которые вы ее не наблюдали и главное узнать что вызвало такой бурный рост этой красавицы и еще раз удостовериться в чудо действенности одного чуда настоя если вдруг вы в первый раз на канале и хотите узнать эту историю целиком ссылки на предыдущие видео а их три я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к этому видео но даже если вы смотрели все предыдущие видео я напомню вам кратко их содержание потому что прошло уже два месяца все течет все меняется и многое забывается один год и три месяца в моем уходе был пень фаленопсиса фронтера пень занимался чем угодно постоянно цвел но никак не давал детку и вот в ходе одного случайного эксперимента этот пень был замочен по нижней листья в дождевую воду в результате двухнедельного пребывания в дождевой воде пень выдал детку которая родилась под водой то что вы видите сейчас на своих экранах я видела утром следующего дня это первое утро ихтиандры так эту малышку прозвали зрители и вот в то утро глядя на эту утопленницу с синюшним цветом единственного листика я не чаяла на продолжение истории не рассчитывала на положительный результат и на то что спустя четыре месяца мы будем смотреть на эти кадры к слову сказать это облиственный пень на нем и сейчас есть три полноценных листа хоть и утративших свой былой вид пень рукотворный то есть я сама разделила фаленопсис фронтера на две части верхнюю часть корнями укоренила и она сейчас цветет а нижняя часть осталась и виде пня который спустя один год и три месяца выдал вот эту красоту таким образом этот пень от фаленопсиса фронтера который 5 февраля 2002 года отметил бы три года в моем уходе посмотрите пожалуйста на свои экраны 5 февраля 2019 года я получила фаленопсис фронтера три года и четыре дня две части этого фаленопсиса верхняя и нижняя живут у меня дома и сейчас друзья мы посмотрим с вами как развивалась малышка которая родилась под водой все эти четыре месяца на ваших экранах 8 ноября 2021 года их тиандре один месяц у нее два листочка размер каждого из них не более полутора сантиметров и уже тогда это зрелище меня вдохновляла и вселяла в меня надежду на тот момент корневой системы у малышки еще не было собственной корневой системы поэтому очень важно было сохранить корневую систему пня и я устилаю верхний можно сказать вне субстратный корень орхидеи живым мхом и в дальнейшем мы сможем посмотреть как вырос этот мох кроме того обратите внимание во мху проросла какая-то травка и вы в дальнейшем сможете посмотреть во что превратилась эта травка за три месяца а еще в конце первого месяца и ствола малышки появилась вот это нечто и мы пытались разгадать что это корень или цветонос в дальнейшем мы узнаем что цветонос если он и был в зачатке так и не развился зато корневая система орхидеи маленькой новой орхидеи развилась очень хорошо напомню для тех кто знает и расскажу для тех кто не знает что пень орхидеи фронтера посажен в керамзит никаких других добавок в субстрате этого пня нет итак друзья свой первый месяц развития детка на пне закончила двумя листиками размер которых не превышал полутора сантиметров и без корней при создании для орхидеи благоприятных условий и правильного режима ухода орхидеи фаленопсис и моноподиальной орхидеи способны расти и развиваться в наших домашних условиях круглогодично не имея периодов покоя вот здесь друзья я хочу акцентировать ваше внимание на то что такое период вынужденного покоя для моноподиальной орхидеи для нее это период вынужденного стресса который очень резко подрывает иммунитет орхидеи после этого орхидеи развиваются не так активно как могли бы это делать для чего я сейчас вам об этом говорю посмотрите самое темное время года на ваших экранах 8 декабря 2021 года их тендре два месяца и посмотрите какие темпы развития за второй месяц ее жизни произошли у орхидеи тот листик который в месячном возрасте сравнялся с первым вырос вырос листик его длина на тот момент составляла около пяти сантиметров появился третий листик который был на тот момент половины длины первого в чем состоял уход на тот момент за этим растением для достижения таких результатов этому маленькому растению был обеспечен световой день 14 16 часов в сутки то есть чуть больше чем стандартный световой день для орхидеи кроме дополнительного освещения детка получала максимальное количество прямых солнечных лучей которые возможно для зимнего периода в нашем регионе температурный режим для деток фаленопсисов не должен быть с большими перепадами температур для данного фаленопсиса для данной детки температурный режим составлял диапазон от плюс 18 градусов цельсия в ночное время до плюс 25 градусов в дневные часы и вы посмотрите на результаты роста корневой системы детки за второй месяц корешки начинают пробиваться и стремятся к субстрату в данном случае они стремятся к постоянно влажному лесному мху мох поддерживается в постоянно влажном состоянии за счет микрополива который я осуществляю этой детки для этого каждое утро и каждый вечер микродоза воды доставляется к мху и соответственно к вновь образованной корневой системе этой детки вот эти кадры были завершающими из тех которые вы могли видеть это двухмесячный юбилей детки это видео есть на канале вы можете его посмотреть после этого судьба детки или судьба их теандры для вас была собственно говоря завуалирована и вы не знаете что дальше с ней происходило и как дальше она развивалась постоянные зрители канала знают что в моем арсенале есть еще одна детка также детка на пне пне фаленопсиса самор бресс или летнее дыхание и 18 декабря 2021 года вышло видео о двухмесячном юбилей этой детки в нем я показала темпы развития этой детки которые меня очень воодушевили видео называется две ложки в корне орхидеи видео просто шедевральное и показывает всю мощь и силу чудо настоя 20 декабря 2021 года я решаю изменить этот эксперимент и применить чудо настой для этого пня для пня на котором развивается и растет ихтиандра давайте запомним ее размер на данный момент что мы имеем у нас есть самый маленький листик который закрылся уже третьим листом есть второй лист размер которого сантиметров 5 может быть чуть чуть больше посмотрите насколько он перерос стенку горшка и растет третий лист длина которого сейчас не больше двух сантиметров и сейчас у нас с вами будет уникальная возможность пронаблюдать как изменится темпы роста этого растения после применения чудо настоя или во время применения в общем сначала применения чудо настоя на ваших экранах все три растения 2 подселенца и ихтиандра через неделю после применения чудо настоя и вы посмотрите тот листик который был не больше двух сантиметров длиной уже перерос второй лист и посмотрите что стало с подселенцами какие они стали огромные а вот такой еще через неделю стала корневая система ихтиандры вы посмотрите на эти корни самые длинные из них уже проросли в мох и вы посмотрите как видно что они уже качают воду очень часто в комментариях у меня спрашивают когда можно после реанимации пересаживать реанимационные растения в собственные посадки после наращивания корней и говорят у меня корешки 23 сантиметра можно ли уже садить нет друзья рано почему потому что я много раз уже говорила что виламин на корнях орхидеи должен вызреть если вы определите в постоянную посадку не вызревший виламин то в 99 и 9 десятых процента виламин вместе с корнем орхидеи в новой посадке погибнет попросту сгниет и вот на этих кадрах очень хорошо видны корни с уже вызревшим виламином и с невызревшим вот эти зеленые полные сосуды с водой это корни с вызревшим виламином а вот эти серебристые которые еще покрыты суберином то есть таким парафинообразным веществом еще не вызрели принято считать что орхидею новую орхидею с новыми корнями после восстановления можно сажать в новую посадку когда длина ее корня достигнет 5 или 7 сантиметров на самом деле это все очень сильно упрощено когда же на самом деле можно сажать орхидею когда корни при намачивании будут приобретать вот такой плотно зеленый цвет если корни при намокании продолжают быть серебристыми значит виламен на них не вызрел и такие молодые корни определять в новую посадку еще рано как мы можем видеть часть корней ихтиандры уже созрели виламен на них вызрел и корни начинают благополучно питать детку это позволяет мне производить микрополив ихтиандры с помощью чудо настоя непосредственно по вот этим корням новым молодым корням ихтиандры вот так с помощью 35 миллиметровой спринцовки каждое утро и каждый вечер я даю ихтиандры микродозу чудо настоя и вы посмотрите как отзывается детка на эти манипуляции посмотрите как она растет этот третий листик который вот недавно только появился уже перерос второй лист длина которого тоже увеличивается и достигает где-то 7 сантиметров и обратите внимание как отзывается на чудо-настой подселенцы или соседи нашей ихтиандры в посадке растет неизвестная травка по запаху листвы чем-то напоминающая полынь и колонхое живородящие которое я не знаю как но очень благотворно влияет на рост ихтиандры запомните как выглядят оба эти листика потому что сейчас мы перенесемся еще на 10 дней вперед и вы посмотрите как выглядела ихтиандра 24 января 2022 года а выглядела она просто шикарно друзья не поверите но с каждого миллиметра ствола этой маленькой орхидеи выросла по корню причем по кругу корни везде корни буквально разорвали стволик этого растения что по листовой массе у нас растет новый листик это уже четвертый лист на детки 24 января листик только-только показался из центра розетки на этом этапе я решила измерить длину листьев этого микроскопического растения хотя какое уже микро нормальное растение обратите внимание пень посажен в стандартный горшок диаметр которого 12 сантиметров и вы посмотрите на эти листья 2 лист достиг длины 7 сантиметров а третий лист имеет длину 10 сантиметров в дальнейшем я это вам покажу и вот теперь на этом этапе перед завершающими аккордами то есть перед видом детки на сегодняшний день я расскажу и покажу вам как я готовлю этот чудо настой реальное чудо которое настолько благотворно влияет на развитие орхидей что просто диву даешься и так для приготовления чудо настоя мы будем использовать толстянку красолу живое дерево или растение хирург уже несколько раз я рассказывала о его целебных и лекарственных свойствах есть несколько видео на канале и если вы их не смотрели пройдите в плейлист фаленопсис и вопросы по уходу и посмотрите видео о толстянке в этих видео я рассказываю а главное показываю вам как толстянка способна исцелить растения даже от стволовых гнилий в данном случае толстянка проявила еще одно свое свойство то есть свойство адаптировать готовить и толкать растения в данном случае орхидеи к более полноценному развитию к полноценному и более быстрому и так берем один лист толстянки или денежного дерева или красолы на 1 стакан воды в моем случае у толстянки очень крупные и мясистые листья если у вашей толстянки листья мелкие возьмите два а то и три листа на один стакан воды измельчаем толстянку любым удобным для вас способом это может быть все что угодно если вы готовите настой большого размера то есть много настоя тогда вы можете измельчить толстянку блендером если как в моем случае это постоянно новые порции настоя то я делаю буквально один лист толстянки и один стакан воды измельчаю просто и быстро обыкновенным кухонным ножом чем мельче будет фракция толстянки тем быстрее приготовиться настой поэтому можно еще порубить эти измельченные листья и тогда толстянка приобретет вот такой вид дальше все еще проще мы берем стакан кипяченой воды теплой воды в данном случае у меня температура воды 50 градусов цельсия и смешиваем воду с толстянкой обратите внимание толстянка сейчас в данном случае находится сверху воды а это значит что конечно же настой еще не готов а когда все эти фракции толстянки опустятся на дно значит настой уже близок к приготовлению но я на всякий случай оставляю настой на ночь то есть делаю его с вечера а использовать начиная уже утром и вот посмотрите вся толстянка уже на дне а это значит что настой готов к употреблению и сейчас мы с вами произведем полив с помощью настоя толстянки нашей ихтиандры вот так с помощью маленькой спринцовки в те места где консолидируются новые корни орхидеи то есть увлажняем тот мох в которой проросли корни ихтиандры еще раз проговорю на всякий случай настой прекрасно хранится в холодильнике конечно за один раз все 250 миллилитров мы не используем поэтому оставшийся настой я ставлю в холодильник а при следующем использовании настой подогреваем наиболее оптимальные температуры для использования это комнатная температура или на 24 градуса выше нее таким настоем орхидеи можно поливать длительно то есть особых ограничений для полива нет все зависит от того насколько много у вас толстянки к сожалению у меня ее количество не безграничны напомню не разбавленным чистым концентрированным соком толстянки вы можете обрабатывать ствол или стебель орхидеи для лечения точечного лечения не системного а также листовые пластины орхидеи для профилактических мероприятий если вдруг вы живете в таком регионе или в такой стране где толстянка растет буквально на улицах и у вас неограниченное количество толстянки вы можете использовать настой толстянки для опрыскивания орхидеи по листу я опрыскиваю свою ихтиандру обыкновенной водой и сейчас друзья настал момент истины на ваших экранах день 4 дня рождения ихтиандры 8 февраля ей исполнилось ровно четыре месяца и вы посмотрите как вырос четвертый а лист который только показался в конце января вы посмотрите какой он большой и какой красивый мне кажется он обладает какой-то варигатностью 4 месяца 4 листика прекрасный результат я вам обещала рассказать какой длины достигли прежние листья ихтиандры так вот второй листик длиной 7 сантиметров а третий самый большой листик 10 с половиной сантиметров для сравнения в посадку положила обычную гигиеническую помаду для того чтобы каждая женщина поняла насколько большие это эти листики а сейчас мы посмотрим при какой температуре я провожу опрыскивание своих растений в обычных домашних условиях и эта температура около 18 градусов цельсия регулярные опрыскивания не только позволяют орхидеи осуществлять процесс c3 фотосинтеза в дневное время но и необыкновенно поднимают иммунитет орхидеи а это для нас самое главное здоровая крепкая сильная необыкновенно красивое растение с пеленок вот наша главная цель орхидея способная противостоять болезням и атакам насекомых способная переносить прямые солнечные лучи и пониженные температуры орхидея равнодушная к ветрам пониженной и повышенной влажности здоровое и сильное растение вот наша цель нужны ли нам в достижении этих целей антибиотики фунгициды различные минеральные комплексные удобрения нет друзья не нужны выращивание здоровых и сильных растений нам помогут другие растения и вот друзья съемка вчерашнего дня день рождения ихтиандры четвертый день рождения и давайте зафиксируем размеры ее листьев посмотрим какая она выросла красавица какой красивый варегатный листик растет из середины розетки и даже оценим темпы роста развития двух соседей ихтиандры неизвестной травы типа полынь и колонхой живородящего и пока вы будете наблюдать в какую красавицу выросла ихтиандра за четыре месяца пока вы будете наблюдать за ее корневой системой на вчерашний день я прочитаю вам один комментарий который как всегда получила сегодня ночью здравствуйте наталья к моему большому сожалению я только сейчас попала на ваш канал в сентябре мне подарили орхидею не имея опыта я четыре месяца честно изучала видеоролики нескольких известных архоманов орхидей ки у меня понравилось она раскуклила корни продолжила цветонос еще на семь цветочков все было прекрасно я поливала ее в край горшка но над душой висел пресловутый торфяной стакан дождавшись когда луна начнет расти я приступила к пересадке торфяной стакан был сухой состояние корней идеальное ни одного гнилого корня отрезать было нечего и я решила снять фласочные листья а заодно и два хороших здоровых листа слегка надорванных у основания решив что они все равно скоро погибнут на стволике я обнаружила несколько черных бугорочков сейчас я думаю что это были закупленные корни ага сказала я вооружившись скальпелем зачистив все до основания и щедро замазав максимом я пересадила орхидеи в стеклянный кувшин красиво утром орхидеи поникли листья и завяли все цветочки чтобы ей стало легче я срезала цветонос пониже с каждым днем я становилась хуже а я сидела на ю тубе в поисках спасения и вот попала на ваш канал куда же я смотрела раньше я своей рукой загубила здоровое растение сейчас я пересадила ее в горшок с большим количеством дырочек купила подсветку опрыскиваю и поливаю микродозами включила вентилятор может быть она простит меня выживет в итоге моего большого и печального рассказа уж простите но может это кому-нибудь поможет хочется вспомнить гиппократа не навреди друзья я призываю вас не вредить живым существам не надо у них ничего удалять не надо без надобности их тревожить не надо профилактически их убивать антибиотиками фунгицидами и средствами от насекомых не вредите у нас в арсенале есть алоэ которая способна пробуждать все спящие растения активировать их к необыкновенному корневому и листовому росту а также за цветать их у нас есть толстянка которая лечит к слову сказать толстянка помогла вторично зацвести мою шлюмбергеру она цвела в ноябре и феврале зацвела вновь я поливала ее настоем листьев толстянки шлюмбергера пытается походить на орхидею она точно так же как орхидея держит свой цветок и вот на этой смешной и забавной ноте я буду завершать свой сегодняшний рассказ напоминаю вам что 25 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра и если вам понравилось это видео если вы захотите вернуться на канал вновь поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного